Добрый вечер. Сегодня на стенде Николай Стариков, писатель в Екатеринбурге в магазине 100 тысяч книг. Он представлял свою книгу. Последнюю? Я надеюсь, не совсем последнюю. Добрый вечер. Ну, крайнюю. Крайнюю книгу «Национализация рубля». И чтобы далеко не ходить, мы сразу откроем эту книгу в самом конце. И прочитаем буквально последнюю строчку. «Национализация рубля. Вот настоящий путь к свободе и полному суверенитету России». А у нас с рублем что происходит? Он разве не принадлежит государству? Он разве приватизирован? Ну, в некотором смысле да. Монопольная эмиссия нашей денежной валюты, впрочем, как и других валют, принадлежит не государству. В России рубль выпускает Центральный банк России. Ну, да. Который независим от государства. Если внимательно почитать закон о Центральном банке, станет ясно, что он государству практически не подчиняется. Поэтому можно сказать, что наш рубль не принадлежит России. Именно поэтому я и заканчивал свою книгу словами о том, что нужно национализировать рубль. Нужно вернуть эмиссию государству. Как так получается, что рубль не принадлежит России? Кому он тогда принадлежит? Он принадлежит, у кого в карманах лежит. У вас же рубли ваши есть в карманах? Какие-то они ваши? Ну, конечно же. У каждого из нас что-то лежит в карманах. Оно принадлежит тому, кому принадлежат карманы. А вот, к сожалению, наша денежная единица выпускается в соответствии с жесткими международными требованиями, которым исследует Центральный банк. Эти требования приводят к тому, что эта важнейшая организация работает не на Россию, а работает на совершенно другие страны. О чем идет речь? Для того, чтобы выпустить, имитировать какое-то количество нашей национальной валюты, мы обязательно должны в так называемые золотовалютные резервы положить определенное количество американских долларов. Таким образом, количество крови в нашей кровеносной системе экономики зависит не от роста экономики, не от размера нашего туловища, условно говоря, а от того, сколько стоит нефть на бирже в Лондоне. Вот представьте себе, что у взрослого человека количество крови в организме будет зависеть от таких факторов, как у курс доллара в Вашингтоне. Это же неправильно. Это неправильно, но зачем нам это нужно? Почему мы живем в таких условиях, по-вашему? В таких условиях живет весь мир. Эта система была создана в 1944 году в Бреттон-Вудсе. Маленький городок недалеко. Да, и по этой системе живет весь мир. Советский Союз вписался в эту систему в 1990 году, когда была изменена формулировка закона о Госбанке Советского Союза, и в том же году Борис Ельцин создал Центральный банк России, независимый от государства. Но в Бреттон-Вудсе там, собственно, что сделали-то? Они закрепили курс рубля, ой, извините, рубля, хорошо бы, конечно, было доллара к золоту, а все остальные валюты вот через доллар. Но таким образом доллар заменил собой золото. 35 долларов за унцию, как сейчас помню. Конечно, доллар заменил собой золото в резервах всех стран. Через некоторое время золото стало ненужным. Собирайте все, друзья, доллары, но только на имеющееся количество долларов печатайте рубли. Вот почему сегодня Россия так зависит от цен на нефть, почему говорят о сырьевой зависимости, от нефтяной игле. Мы просто не можем имитировать свои деньги, если у нас нет этих долларов, которые мы получаем от продажи нефти и газа. То есть вы хотите сказать, что мы должны иметь право напечатать столько, сколько хотим денег? Я хочу сказать, что нужно вернуться к той системе, которая была даже не в Советском Союзе, а еще до революции. Посмотрите на царские деньги. Там написано Госбанк России, Госбанк Российской империи. Деньги выпускало государство. И были разные моменты в истории человечества, когда эти деньги имели золотое обеспечение. Причем обеспечение было не на 100%, там достаточно сложная система. В любом случае государство имело возможность выпускать деньги для того, чтобы развивать экономику. Когда нет денег, останавливается вся экономическая деятельность. И здесь не нужно бояться разговоров об инфляции. А сегодня государство не может выпустить деньги, даже если нужно что-то в государстве профинансировать. Ну, а тут возникает простой вопрос. Вот или все идиоты, что они вот так вот делают, не только же у нас такая система по-вашему, так? Везде. Или все идиоты, или кто-то заставляет. Но здесь есть идиоты и тех, кого заставляют, да, все вместе. И есть, самое главное, те, кто заставляет. Потому что в 1694 году был создан Банк Англии, в 1913 году Федеральная резервная система. То есть это частные печатные машинки, которые выпускают основную валюту, ничем не обеспеченную. А весь остальной мир заставляют коллекционировать свою продукцию. И только в зависимости от количества вот этих коллекционных долларов и фунтов все остальные государства имеют право выпускать свою валюту. Банк Англии, это вот при Аранском Вильгельме, да? Да, при Вильгельме Аранском создан в 1694 году. Якова, который сверг. Да, в результате революционных изменений, славной революции. Да, выгнал Якова, тот, правда, вернулся потом в Шотландию. И что? Это какая-то группа людей создала Банк Англии для того, чтобы бесконтрольно имитировать деньги, обеспечивать процветание Англии, и при этом потом появился ФРС с той же целью в Америке, так? Ну, каким образом можно покорить весь мир? Вот некоторые пытались вооруженным путем, у всех у них ничего не получилось, заметите. Вне зависимости от времени и фамилии того, кто пытался это сделать. Вот банкиры придумали несколько другой путь. И пока он, к сожалению, у них достаточно неплохо получается получить возможность выпускать деньги из ниоткуда, не привязанные ни к чему. И именно Банк Англии начал первым выпускать бумажные деньги. Если вы возьмёте сегодняшнюю фунтовую банкноту, на ней написано, что предъявитель этой бумаги может получить, например, 20 фунтов. То есть у вас в руках 20 фунтов, и на ней написано, что предъявитель 20-фунтовой бумаги получит 20 фунтов. Что это такое? Ну, фаунды, наверное. Нет, это напоминает нам те времена, когда деньги были золотыми или серебряными. А вот предъявителю бумажки нужно было дать бумажных денег, нужно было дать уверенность, что он в любой момент может поменять их на настоящий день. И вот тут мы прекрасным образом подходим к той самой теории заговора, о том, что некие банкиры со времён Венгельгельма Рамаранского в Англии, они таким образом правят миром, так? Ну, они не всегда правили всем миром. Сначала они разгромили главного своего противника Францию, потом занялись уже Россией, после победы России над Наполеоном, потом появилась Германия, опять же возникли у них проблемы. То есть мировые войны, вообще войны в целом, такие вот крупномасштабные, в 20-м столетии организовывали они для того, чтобы, по крайней мере, уничтожать экономические системы. То есть, например, Вторая мировая война была организована вот этими банкирами для того, чтобы в европейских странах, ну, желательно и в России, учредить вот такие же ЦБ, которые бы выпускали валюту бесконтрольно, то есть без контроля государства, а контролировались бы они вот этими банкирами. В некотором смысле да. Они привели к власти в Германии Адольфа Гитлера для того, чтобы он напал на Россию, и началась крупномасштабная война. Вот смотрят на вас люди и думают, вот ещё один с теорией заговора. К теории заговора это не имеет никакого отношения. Знаете, есть астрономы, есть астрологи, и это совершенно разные люди, хотя у них, в общем, астро, вот такая приставочка, есть в названии. Достаточно взять мои книги, там под каждым утверждением есть совершенно чёткие ссылки на документы, которые можно проверить. Поэтому к конспирологии, вот сразу хочу сказать, никакого отношения не имеют. Никакого. Но тогда возникает вопрос, кто эти люди, ну, кроме того, что вы обозначили их как банкиры. Вы знаете, если мы возьмём список Форбс, мы увидим людей, богатых людей, богатейших, которые деньги заработали. А эти люди, которые деньги рисуют. Поэтому они не входят ни в какие списки Форбс, просто потому что они стоят над этим миром. Они не входят в этот финансовый мир, потому что они его формируют. Вот это вот та самая закулиса мировая, которая, по-вашему, опять же, управляет миром, по мере возможностей. Давайте её назовём финансовой закулисой. Есть факты, реальные факты. Существует Федеральная резервная система. Это не государственная организация, а частная лавочка. Существует банк на Англии. Это на сегодняшний момент вновь. Он был в один момент национализирован. Сейчас опять это частная лавочка. У этих фирм есть акционеры. Эти акционеры являются владельцами компании, которая выпускает деньги. У любой организации должна быть какая-то цель. Цель стать богатыми, выпустить бесконтрольно огромное количество денег, а потом, как в мультиках показывают, дико хохоча посыпать себя золотыми кругляшками. Конечно же нет. Богатство здесь всего лишь средство, а не цель. Богатство, получение возможности бесконтрольной эмиссии – это цель для доминирования, для захвата власти планетарным масштабом. Ну вот это психологически недостоверно. Потому что что значит власть в планетарном масштабе? И что? Власть – это цель какая-то. Для чего нужна эта власть? Эта власть, естественно, они сами себя, я думаю, убедили, убеждают своё окружение, исключительно в гуманитарных каких-то вещах. Посмотрите, что случилось после крушения Римской империи. Человечество впало в варварство почти на тысячу лет. Мыться перестали даже. Кто-то должен заниматься человечеством, кто-то должен это неразумное стадо как-то окормлять, как-то вести его в счастливое будущее, для того, чтобы человечество контрольно размножалось, бесконтрольно не поглощало ресурсы и в итоге не уничтожило само себя. Я уверен, что вот эти демиурги, они себе какие-то вот такие космические цели стали. Ну, то есть вполне благие присматривать за человечеством, чтобы не натворило всяких гадостей. Цели-то благие. Вы посмотрите, какие средства. Мировые войны, революции, экономические кризисы – это вот всё средства, которые они используют. Погибли десятки миллионов людей. И здесь, я думаю, стоит задать вопрос, а не заигрались ли эти господа, и действительно ли те цели, которые они преследуют, настолько благие? Англосаксы – это вот они англосаксы, да? Ну, англосаксы – это, так сказать, достаточно известный термин. Просто я постарался в книге его ввести в более активный. А я без кавычек – англосаксы. Которые ненавидят Россию? Ну, тут нет ненависти. Здесь ничего личного, это бизнес. Нет, просто я про англосаксов-то тоже слышал, что они хотят уничтожить Россию, причём вот из века в век как-то это вот желание передают, ничего не получается, но зачем-то продолжают хотеть. Здесь нет какой-то личной ненависти. Для того, чтобы установить контроль над всей планетой, нужно уничтожить другие источники силы. В экономике, в политике, в военной сфере. И, соответственно, когда Россия стала сильнейшей державой на европейском континенте, Англия начала последовательную борьбу именно с Россией. Произошло это после разгрома Наполеона. Пусть вот уважаемые зрители вспомнят. 1815 год – окончательная победа над Наполеоном, 1825 – антигосударственный мятеж декабристов. Одним из пунктов программы, которых роспуск российской армии. По-моему, стоит задуматься. И мы должны стукнуть кулаком по столу и призвать вот эту мировую закулису к ответу. Не, ну это очень странно. Мы же с вами не хрущёвы, чтобы стучать по столу, даже если и ботинком. Моя задача достаточно скоромнее. Я всего лишь писатель. Поэтому я описал те процессы, как я видел и как я считаю, действительно в истории происходило. Николай, вот вы призываете к национализации рубля, но исходя из вашей книги, жить вам осталось недолго. Не дай бог, конечно же, но по логике вашей книги. Но согласитесь. Вы знаете, вот те мероприятия... То есть те, кто так делал, исходя из вашей книги, долго-то не жили. Те мероприятия, на которые вы намекнули, нужно делать, ну, по крайней мере, с писателями до выхода их книг, а не после. Потому что книга уже напечатана, она разошлась, идея в массах уже присутствует. Ну и потом все-таки такие комплименты, которые вы мне говорите, конечно, несколько преувеличивают мою скромную на сегодняшний день роль. Ну, я надеюсь, что читатели смогут посмотреть, прочитать. А моя задача – это развернуть дискуссию вокруг очень важной темы, на которую практически никто не говорит. О том, что Центральный банк России действует вовсе не в интересах России. Можно назвать это национализацией рубля, можно назвать это изменением Конституции и закона о Центральном банке, но суть должна быть следующая. Государство должно получить возможность выпускать деньги в интересах государства, а не в интересах Федеральной резервной системы США. По сути, Центральный банк наш и является ее полномочным представителем, сидит на наших золотовалютных резервах. Спасибо большое. Николай Стариков, писатель, был сегодня на стенде. Я с вами прощаюсь.